Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами снова вместе. С вами веду урок я, учитель химии, Гуреова Влатлина Александровна, высшая дидактическая категория. Тема сегодняшнего урока – строение электронных оболочек атомов. После изучения темы вы будете способны объяснять и оперировать понятиями электронная оболочка атома, энергетический уровень, представлять состав электронных оболочек атомов с помощью электронных схем на основе расположения элементов периодической системы, сравнивать строение внешних энергетических уровней элементов, главных и побочных подгрупп. Вспомним материал прошлого урока. Каково же строение атома? Атом состоит из ядра положительно заряженного и электронов, несущих отрицательный заряд. Электроны в атоме образуют электронную оболочку атома. Каким образом построены электронные оболочки атомов элементов периодической системы? Давайте разбираться. Распределение электронов в атомах тесно связано с положением элементов в периодической системе. Вы уже знаете, что электроны в атоме распределяются по энергетическим уровням. Вы также знаете, что у каждого энергетического уровня имеется своя максимальная емкость, определяемая по формуле 2n2. Соответственно, на первом 2 электрона, на втором 8, на третьем 18, на четвертом 32 и т.д. Обобщим некоторые закономерности. Число электронов энергетических уровней в атомах данного периода равно номеру периода. Соответственно, в первом периоде могут находиться лишь 2 электрона, водород и гелий. У элементов второго периода, соответственно, от лития до неона, 2 энергетических уровня, причем для всех элементов этого периода, на первом уровне уже 2 электрона идет заполнение постепенно на внешние уровни. А на втором добавляется 1 электрон, при переходе от элемента к элементу, так, пока не будут заполнены все 8 электронов. Вы видите на слайде примеры распределения электронов в оболочках элементов от лития до неона. И красным цветом выделен внешний слой, который для химии является определяющим в объяснении взаимосвязи свойств элементов от строения электронной оболочки. Именно этот слой заполняется в каждом периоде, постепенно, от элемента к элементу. Неон, как и гелий, инертный газ, не образующий химических соединений, следовательно, оболочка из 8 электронов обладает особой устойчивостью. Вероятно, поэтому третий период, где идет заполнение третьего уровня, содержит лишь тоже 8 элементов. Третий период у нас начинается с натрия, завершается инертным газом аргоном. Первый и второй энергетические уровни полностью заполнены, соответственно, 2 и 8 на первом и втором уровне. Далее идет постепенно заполнение третьего уровня до опять 8 электронов у аргона. Таким образом, мы видим, что третий период, где заполняется третий уровень, очень похож на второй период, только заполнение идет не второго уровня, а третьего. Несмотря на то, что на третьем уровне может находиться 18 электронов, третий период все же у нас заполняется только лишь на 8 электронов, то есть он содержит 8 элементов. Почему происходит так, мы будем с вами рассматривать в дальнейшем. Атомы элементов четвертого периода содержат уже 4 энергетических уровня. Хоть третий уровень еще и не заполнен до конца, электроны у калия и кальция, то есть двух первых элементов четвертого периода, поступают на четвертый внешний уровень. И только потом начинает подзаполняться третий, как мы говорим, предвнешний или предыдущий уровень до 18 электронов. Поэтому заполнение четвертого периода у нас более сложно. Заполнение третьего уровня продолжается у элементов побочных подгрупп. В четвертом периоде это элементы, начиная от скандия с порядковым номером 21 до цинка с порядковым номером 30, что изображено на слайде. Намеренно для того, чтобы можно было отличить элементы главных и побочных подгрупп, на диаграммах, обозначающих электронные строения атомов, полудуги, обозначающие уровни или оболочки, расположены в другую сторону. У элементов главных подгрупп заполнение рассматривается в примерах слева направо, у элементов побочных подгрупп справа налево, что, еще раз говорю, есть на слайде. После заполнения третьего уровня энергетического от скандия до цинка снова электроны начинают заполняться на внешний четвертый уровень, соответственно, от галлея до криптона. У элементов главных подгрупп число электронов на внешнем уровне всегда равно номеру группы. Это правильно, запомнили. Так, щелочные металлы, расположенные в первой группе главной подгруппы, это, например, литий, натрий, калий, а еще там есть у нас Рубей, Дицезий, Франции, у них у всех, будут абсолютно у всех, элементы первой группы на внешнем уровне один электрон. Аналогично металлы второй группы имеют два электрона, третий три электрона и так далее. То есть, закономерность, что у элементов главных подгрупп число электронов на внешнем уровне равно номеру группы, сохраняется для всех элементов главных подгрупп. У элементов побочных подгрупп число внешних электронов, то есть на последнем уровне, равно, как правило, двум, а иногда, как, например, у меди, одному. С чем связаны появления одного электрона вместо двух, мы с вами тоже рассмотрим в следующем уроке. Остальные валентные электроны располагаются на предпоследнем уровне, причем максимальная валентность у элементов главных побочных подгрупп будет равна так же, как и у главных, номеру группы, за исключением элементов первой побочной подгруппы. В побочной подгруппе, например, шестой группы, максимальная валентность у хрома элемента побочной подгруппы, как и у серы элемента главной подгруппы, будет равна 6, и, соответственно, степень окисления плюс 6, несмотря на то, что один элемент в главной подгруппе, а другой в побочной. Следовательно, валентности степени окисления элементов меняются периодически, то есть через определенное число элементов повторяются сходные значения степени окисления валентности, так как сходно строение электронных оболочек атома. Например, у галогенов элементов главной подгруппы, седьмой группы, втор, хлор, бром, йод, повторяется валентность по водороду 1, и не 6, степень окисления минус 1, а на внешнем уровне у всех элементов по 7 электронов. Формы водородных соединений, H-хлор, H-бром, H-йод, H-фтор, тоже периодически повторяются. Также в группах повторяются формы высших оксидов. Следовательно, на этих примерах можно вывести единую форму или формулу общую, как мы говорим, для каждой группы химических элементов, находящихся в главных подгруппах, что, соответственно, приведено сейчас на слайде. Элементы первой группы главной подгруппы имеют валентность 1 и, соответственно, формула высшего оксида R2O. Если мы возьмем, например, пятую группу, например, элементы фосфор, мышьяк, то мы имеем форму высшего оксида R2O5, то есть мы из этой группы можем подставить любой элемент, и таким образом вот эти строки, которые имеются в периодической системе с общими формулами, позволят нам очень быстро составить формулу через общую формулу и групповое сходство строения элементов. Сравнение строения электронных оболочек щелочных металлов литий-натрий-калий, соответственно, и элементов побочной первой подгруппы, ну, например, меди и серебра, даст нам следующие выводы. Несмотря на одинаковое число электронов на внешнем слое, у всех элементов, вы видите на слайде, представленной электронной оболочке, оно равно 1, подгруппа меди проявляет сходство со щелочными металлами только в одном единственном. У этих элементов есть валентность 1. Причем у серебра есть только валентность 1, а медь может проявлять и другую валентность. То есть сходство элементов главных и побочных подгрупп относительно. Большие отличия меди и серебра от щелочных металлов объясняются разным строением предпоследнего уровня. Таким образом, теория строения атома показала, что главной характеристикой элемента является заряд ядра его атома, а не атомная масса. Свойства элементов, а также формы их соединений определяются строением электронной оболочки атома, то есть распределением электронов по энергетическим уровням. Валентные возможности, а также степень окисления элементов также определяются электронным строением внешнего и предвнешнего энергетических уровней. Повторим еще раз алгоритм, как составить электронную схему строения электронной оболочки. Первое. Сначала нужно знать общее число электронов. Оно равно порядковому номеру, находим в таблице Менделеев. Дальше. Следует определить число энергетических уровней. Помним правило. Число уровней мы смотрим тоже в таблице по номеру периода, где находится элемент. Затем, определив число уровней, мы обозначаем их полудугами. И дальше смотрим. Заполняем внешний слой. Для главных подгрупп он равен номеру группы. То есть, например, фосфор у меня находится в пятой группе, значит, у него 5 электронов на внешнем слое. Кальций у меня находится во второй группе, значит, у него на внешнем слое 2 электрона и так далее. Для побочных подгрупп, для элементов, мы выставляем 2 электрона. И исключение нужно запоминать. У меди, например, выставляется 1 электрон. Указать число электронов на предыдущих уровнях, помня о том, что у элементов 4-го периода идет заполнение предпоследнего уровня у всех элементов побочных подгрупп. И здесь нужно внимательно делать расчет предвнешнего уровня. Давайте выполним упражнение для закрепления материала урока. Просят выбрать правильные выражения. И даны задания. Общее число электронов в атоме равно. У элементов главных подгрупп число электронов на внешнем уровне равно. Вспоминайте пока правильно. У элементов побочных подгрупп число электронов на внешнем уровне равно. Максимальная валентность элемента в шестой группе равна… Давайте проверим, правильно ли вы запомнили материал урока. Итак, проверяем. Общее число электронов в атоме равно ответ В числу протонов. У элементов главных подгрупп число электронов на внешнем уровне, правильный ответ В, равно номеру группы. У элементов побочных подгрупп число электронов на внешнем уровне равно 2, но исключение у нас и меди. И четвертый вопрос. Максимальная валентность элементов шестой группы равна номеру группы, то есть шести. Продолжаем вопрос. Выбираем свойства калия и меди, чем отличаются и почему. Потому что даны варианты выбора. Химический элемент с точки зрения строения атомов – это… И тренируемся в распределении электронов по уровням, по электронным схемам. Выбираем правильное распределение электронов в атомах фосфора и хрома. Вы можете воспользоваться периодической системой, которая у вас на уроках химии всегда под рукой, и выполнить это задание. Давайте проверим, что у нас получилось. Итак, свойства калия и меди различаются потому, что у них разное число электронов на предпоследнем уровне. Один элемент главный подгрупп и другой побочный. Химический элемент – это определенный вид атомов с одинаковым зарядом ядра. Правильное распределение электронов в атомах фосфора – 2,8,5. А у хрома – 2,8,12,2. Запомним правила заполнения электронных оболочек, еще раз проговорим их. Общее число электронов в атоме равно порядковому номеру элемента в периодической системе и равно числу протонов. Число энергетических уровней в атоме равно номеру периода. У элементов главных подгрупп число электронов на внешнем слое равно номеру группы. А у элементов побочных подгрупп число электронов на внешнем уровне равно 2 или 1, как у меди. Надо не забывать, что идет заполнение предвнешнего уровня. На внешнем уровне атома не может быть больше 8 электронов. Если хотите добиться высоких результатов в обучении, я вам предлагаю дома выполнить упражнения, представленные на слайде, в которых нужно дополнить утверждения, используя выражение для сравнения «равно больше, чем меньше, чем». Описать строение атомов, используя периодическую систему. Назвать элементы по описанию, выделив по строению электронной оболочки и их положение в периодической системе. Спасибо за внимание. Сегодняшний урок закончен. Желаем успехов в дальнейшем изучении химии. Редактор субтитров А.Семкин